Иеромонах Фотий перед своим выступлением в экспоцентре провел пресс-конференцию, на которой рассказал, почему не поедет на Евровидение и в чем заключается его миссия. Артист прибыл в Волгоград в рамках выставки «Царицын православный. Хвали имя Господне», которое проходит в выставочном комплексе. Приветствую город Волгоград. Я впервые здесь. Много наслышан об этом городе, но так и не доводилось раньше здесь побывать. Слава Богу, экспоцентр пригласил меня сюда с концертом. У меня здесь даже знакомые, с которыми я переписывался просто заочно. И теперь могу увидеть этот город во всей красе, Мамаев курган, который раньше только на открытках видел. Можете ли вы сказать, что ваша жизнь до телепроекта «Голос» и «После» разделилась на две части? Так можно было бы сказать, если бы я был не романах Фоти, а какой-то мирской человек сказал, да, Фоти теперь все, он зазвездился, теперь его не увидишь в монастыре, на какой казине подъедешь. На самом деле я бы разделил свою жизнь на до монашества и после монашества. То есть вот я был в Италии, стал Фоти, и это вот действительно две разных жизни. Причем имя Виталий как раз означает жизнь, а Фоти – свет. И вот мне очень нравится это значение этого времени, и мне хочется ему соответствовать, насколько это возможно. В одном из выпусков «Голоса» Баста спросил вас по поводу благословения. Вы тогда упомянули, что несете определенную миссию. Могли бы вы сказать полнее, в чем именно она заключается? Не заявлял он так конкретно, что это миссия. Я сказал, наверное, это какая-то миссия. Может быть, это миссия. То есть я пришел, конечно, на «Голос» не для того, чтобы призывать людей к вере или пропагандировать что-то. Оно само собой так получается. То есть вот я выжил, я сделал сюрприз, и народ встрепенулся, как-то всколыхнулся душой. И они увидели во мне не просто священника, а увидели какое-то новое совершенно явление, которое никогда вообще не видели, не представляли, что такое возможно. Одно только это уже людей заставляет совершенно по-другому пересмотреть свои отношения с церковью. То есть какие-то рушат в себя мифы и стереотипы, которые назрели у них на протяжении безбожного времени. То, что внушалось за 70 лет советским властям. Могли бы вы представить нашу страну на Евровидении? Я поддерживаю, в общем-то, Европу в целом, и она мне нравится, симпатично. Но Евровидение – это такой конкурс, который совсем нельзя вместе сопоставить с голосом, тем более русским голосом. Наши русские голосы – это уникальное явление. Это передача честная, честный проект, на который приходят обычные люди. Да, там, конечно, встречаются люди известных, но все равно же их оценивают по их голосовым качествам. То есть судьи отворачиваются, и они поворачиваются именно на голос, не зная, кто там стоит. А Евровидение – это очень политизированный конкурс. Там очень все сложно, запутанно. В общем, тьма, темно-водовая область. Поэтому я просто не хочу там участвовать, тем более, что он такой очень провокативный конкурс. Мы знаем, что там вот победил или победила Кончита, и что это была точно провокация, что нужен был такой скандал. Поэтому все это и устроили. Мне просто не хочется, я представляю, что как только я там появлюсь, начнут сразу сравнения с Кончита. Вот, типа, у нас был, да, с бородой в юбке, и теперь из России приехал с бородой в юбке. Мне вот просто, ну, это низко. Идут ли ваши гонорары, полученные на концертах, на благотворительность? Ну, допустим, вот у нас есть приходы и подворья по внутреннему монастыря. И мы вот, когда пишем прошение о митрополиту Кремит, мы указываем, что часть средств от вознаграждения пойдет на восстановление, там, купеери, или в поддержку строительства или там каких-то строительных работ по Кровскому храму у нас. Ну, и другие храмы там даже вот, которые не относятся к Калужской епархии, близ Оптиной пустыни, там тоже есть разные начинающие приходы, которые тоже требуют такой помощи, которую больше нигде нельзя взять. Победитель телепроекта «Голос» на концерте встречи «Монолог» исполнил не только песни и романсы, звучавшие в телепроекте, но и другие музыкальные произведения. Анжелика Пехтелева, Сергей Григорьев, Волгоградское деловое телевидение.